здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья в сети интернет появилась довольно таки интересная информация которая касается всех нас эта информация про к вид про то что у нас появилась а наше отечественное лекарство которое как заявляют врачи способны лечить вот это вот заболевание и по идее после этих слов как говорится нужно радоваться но но скажем так ложка дегтя в эту бочку меда все-таки попала и сейчас я вам об этом расскажу друзья но перед началом видео я хотел бы с вами поделиться приятной а главное полезной информации в магазине метро шикарная акция направлена на экономию наших с вами денег зарегистрируйте карту покупателя по уникальному промокоду и получите скидку 20 процентов на первую покупку при заказе от 3000 рублей в любом магазине метро по всей россии друзья ссылка для регистрации и промокод в описании под видео лично я уже воспользовался этой скидкой и могу сказать с уверенностью что действительно все работает в российских аптеках на следующей неделе должны появиться первые зарегистрированные для розничной продажи лекарства от к вида до сих пор считалось что лечить тяжелый случай опасной инфекции необходимо в стационарах под присмотром врачей но слишком часто болезнь приобретала эти тяжелые формы потому что терапия начиналась запоздала видимо это и послужило причиной разрешить продавать лекарства от коронавируса в аптеках чтобы их смогли приобрести те кто борется с болезнью амбулаторно все зарегистрированные средства сделаны на основе действующего вещества фавипировир изначально она была разработана японскими учеными но срок патентной защиты истек и теперь производить аналогичные средства могут все желающие российские фармакомпании взяли за основу японские наработки добавили свои и теперь у нас целых три антиковидных препаратов разрешены к продаже в аптеках ну и тут перечисляется их название авифавир коронавир и ариплевир но как говорится друзья на этом все хорошие новости и заканчиваются в пятницу была объявлена цена на ариплевир 12 тысяч триста двадцать рублей у многих потенциальных покупателей это вызвало шок это вообще-то на 200 рублей выше прожиточного минимума 2020 году но не то что у некоторых друзей я думаю у всех ну а скажем так у малообеспеченной категории граждан это пенсионеры многодетные семьи и так далее это вообще просто волосы дыбом стали потому что 12 тысяч некоторые люди те же пенсионеры они живут месяц на эти деньги и как им лечиться теперь но совершенно не ясно многие семьях регионах живут на такую сумму в течение месяца конечно вывод нового лекарства на рынок очень дорогостоящий процесс научные исследования производства многолетние оплачиваемые клинические исследования на десятки тысяч людей но здесь-то процесс создания и регистрации был максимально максимально упрощен неужели это цена за срочность и важность гендиректор фармакомпании разработчика промо-мед выпускающий ариплевир андрей младенцев объяснил я новости что снизить стоимость они пока не имеют возможности эта цена тем или иным образом связано с ценой поставки в лечебные учреждения у нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы поэтому это та цена которая фактически сформировалась пояснил младенцев далее друзья в этой статье объясняется почему по каким причинам что это якобы не так-то просто а все это сделать снизить эту цену ну то есть друзья скажем так множество фактов которые выступают за почему-то цена эта цена у 12 тысяч небольшим они меньше там и вроде бы они все бы и правильные вроде как бы все и по факту говорят да но я считаю что вот такие цены это просто недопустимая цена мне просто непонятно как наше правительство рассчитывает на то что вот этим вот лекарством будут лечиться люди у нас каким образом пенсионерка пойдет и и купить все это лекарство ведь в последнее время друзья как я понимаю как я вижу как я общаюсь вот с людьми у нас в стационар то далеко не всех везут назначают лечение на дому выписывают какие-то лекарства выдают тебе их но если если это нужно понимать это лекарство появилось в аптеках значит в ближайшее время у нас появится какая-то категории граждан ведь для кого-то в аптеке то все это дело завезли это нужно понимать значит ближайшее время у нас появится какая-то категория граждан который они будут выдавать это лекарство ведь у нас сейчас многие врачи приходят говорят вот те надо это это и вон то иди в аптеку покупай дружок и лечись сам я думаю друзья что в данной ситуации теперь будет происходить следующее тот Вот кому, скажем так, не посчастливилось попасть в стационар, то будет лечиться дома, а таких сейчас у нас большинство, стационары, еще раз говорю, берут немногих, тем будет предложено купить вот это вот лекарство, а покупать его уже или нет, вы будете решать сами, и как, на что будут покупать вот эти люди, тут даже не то, что для малообеспеченных, но я считаю, что я вот не малообеспечен, ну какой-то, не знаю, средний класс, вряд ли средний класс, наверное, какой-то между средним и малообеспеченным, для меня 12 тысяч это тоже непростая сумма, просто взять, выхватить вот этот вот кусочек, вырвать из семейного бюджета и просто единоразово вот так вот заплатить за 40 таблеток, это 40 таблеток сюда будет входить, хватит его на курс лечения или нет, мне вот лично не ясно, я не понимаю, почему наше правительство вот так вот стоит в стороне, оно стояло в стороне, когда у нас начинали происходить вот эти вот махинации с масками, которые вообще непонятно не помогают от чего-то или не помогают, но государство как-то было в стороне, когда вот эти вот накрутки были там на 200, на 300, на 500 процентов на эти маски, у него себестоимость 5 рублей, а продавали там по 150 рублей маски, ведь это же было в самом начале, государство тоже как-то говорило, что ну да, вроде бы надо бороться, это все плохо, это все неправильно, но оно отошло в сторону и совершенно никакой борьбы мы не увидели, возможно и здесь будет то же самое, я не думаю, что государство вот так кинется и будет, ну скажем так, доплачивать кому-то, либо еще что-то делать, если бы какая-то доплата бы планировалась, то эта доплата была бы автоматически, была бы возможно бы как-то произведена в аптеках, а вот завозится к примеру там 100-200 вот этих вот пачек и сразу бы была произведена доплата за них и эти пачки бы стоили там не по 12 тысяч рублей, скажем так, по полторы тысячи рублей, но если этого не произошло, то никаких доплат не будет и кто как будет лечиться, кто как будет выживать в этой ситуации, лично мне тоже совершенно не ясно. На этом, друзья, у меня все, всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале, всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok